По культуре, по народным промыслам, ну даже в продажу мне доволен. Оль, готовь чайку. Смотрел на него и сделал такой маленький ум, что существуют платки не только по-алпасадски, к которым мы привыкли, а есть еще вот такие платки, а есть еще и другие, 5-е, 10-е, да их такое и море. Ну, что очень по-другому должен быть, то есть прекрасный музей может получиться уже тогда. Да. И начал их собирать платки, собирал, 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 собрал, и целый музей состоялся. И вот эти головные, женские, они закрывают волосы и не должна показывать. Вот фотография старая, со старой фотографией, это девушка с косой, коса вина. В ней тоже символика заложена. Вот одна коса, что это такое? Она одинокая. Она прекрасная коллекция вот этих платков, шарик, вот там коллекция шабельской части. А, 90-е когда? Ну, уже и советское время, ну, к чему, уничтожило, вообще-то со все вещами ушли. Да. На ХП почему еще? Потому что шум был дорогой. СССР, ну, в Нижний Тополь приезжал, шел в сырье, там, нивы. Он став в разы дорогу. Ну, понятно, это бизнес, да, еще лично. Там купер здесь продал уже в два раза дороже. И... Яркость он поддавал. Ну, вот. Вот здесь вот красный, видите, фон. Это, видите, фон оберега, да? Вот этот платок очень любили, и печатали его с конца 19-го по 70-й годы. Называется он подкова. И что здесь соединить? Триозы, символ Троицы, вообще. Самоподкова, вот она. Тоже, как бы, на счастье, на удачу, и так далее. И красный фон, это цвет оберега. Художник Пастиков, который, как бы, автор этого рисунка, был очень популярный. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok